Здравствуйте, дорогие друзья! Предстоящая встреча обещает быть по-настоящему чудесной. Вы только представьте, героиня программы родилась в 1925 году. Да-да, звучит, пожалуй, одна из самых популярных песен 20-х. В 1925 году на экраны страны выходит легендарный броненосец Потемкин. В 1925 году по Волге проплывает первый советский теплоход. В 1925 году Царицын переименовывают Сталинград. В 1925 году, как раз в первых числах августа, когда и родилась наша героиня, герой гражданской войны Котовский погибает при невыясненных обстоятельствах. Но, думаю, как раз это обстоятельство меньше всего обсуждалось в семье Павла Петровича и Валентины Александровны Бажовых. Ведь именно у них родилась дочка. Биография у девочки сложилась умопомрачительная. Чья в этом заслуга? Вполне возможно, броненосца Потемкина или Котовского. Но если шутки в сторону, то, конечно же, заслуга в этом отца Павла Петровича Бажова. Именно он заложил прочный фундамент счастливой карьеры и счастливой же семейной жизни. Ариадна Павловна объединила две ветви, Гайдаровскую и Бажовскую, выйдя замуж за легендарного Тимура. Того самого Тимура, у которого была команда, в которого были влюблены все девчонки Советского Союза. Именно она стала матерью Егора Тимуровича Гайдара. Именно она в 90-е, в 2000-е выслушивала колки, едкие замечания в свой адрес. Именно она с таким трудом пережила смерть своего любимого сына. Об этом наша журналистская братья Ариадну Павловну очень активно выспрашивала. Эти интервью есть в сети, их можно посмотреть. Наше сегодняшнее интервью о другом. Мы, конечно же, будем спрашивать о Павле Петровиче Бажове. Постараемся обойтись без хрестоматийных вопросов, постараемся не повторяться. Уверен, и будет интересно. И предлагаю прямо сейчас отсюда, с улицы Бажова, там, где разместился памятник, где счастливо расположились фигуры созданных им образов, переместиться на Ленинградский проспект, где и живет Ариадна Павловна Бажова-Гайдар. Я помню его полным сил, энергичным человеком, живыми веселыми глазами. И бороду его я помню, каштановой, кудрявой, еще столько знамечающейся просидью. Он был веселым человеком, энергичным, живым. Он рассказывал нам об Октябрьской революции, о боях с Колчаком, о том, как приходилось отстаивать завоевание советской власти на далеком Алтае. Ариадна Павловна, наша встреча с вами действительно чудесная. Тема чуда, чудесных каких-то явлений. В творчестве Павла Петровича она краеугольная. Но ведь и в биографии тоже краеугольная. Чудесным образом избежал расстрела в Перми. Чудесным образом в 40-градусные, 30-градусные морозы перебрался через Уральский хребет в Екатеринбург. Чего только стоит алтайская история. Все это под свист пуль и под звон шашек. А из Усть-Каменогорска возвращался, ну, врачи говорили, что и не выживет. А 37-й год – это вообще на вашей памяти? Ведь там все могло закончиться совершенно иначе. Все висело на волоске. Никак не хочется мне предполагать, что это просто какое-то банальное стечение обстоятельств. Вы не находите, что это, ну, какая-то высшая сила? Мистика. Вы еще забыли о том, что то, что он получил образование – чудо. Ведь это тоже чудо из чудес. Он мог остаться заводским мальчиком и работать на заводе всю свою жизнь. Сын рабочего, пудлинго-сварочного производства. Внук рабочего. Внук рабочего. Такая судьба ему была определена, конечно. Если бы не счастье, не повезло. Смородинцев, конечно, сыграл огромную роль в этом. Дал ему возможность учиться. Августа, слышала? Смородинцев-то говорит, дальше учить Павлушу нужно. Ох, Петь, слышала. Пусть на ребенка-то от себя отпускать. Единственный ведь. Ты не о себе. Ты об нем думай. В гимназию у него, конечно, не пустят, а в духовное. Да и Смородинцев обещал подсубить. Говорит, талант Павлуша. Ха, библиотекарь вон. Сказала ему Давича, пока всего Пушкина не выучишь, другую книжку не дам. Пошутил ведь. А наш-то выучил. Пришел за второй, а первую с любого места наизусть так и шпарит. Вот его аж глаза на лоб полезли. Так что Николай Семенович дело говорит Августа. А вообще, Павел Петрович, ну, если смотреть каноническую биографию, то кажется, что он был, ну, конечно, коммунист, борец и богоборец. Некоторые говорят, и тому есть определенные свидетельства, что активно боролся с церковью. Да, так, наверное, потому что он видел изнанку духовной жизни. Вы же знаете, что он учился сначала в духовной школе, потом в семинаре, и потом писал об этом. Не все там было так гладко и хорошо, как должно было быть в духовной школе. Ну, он видел это, он заведовал подпольной библиотекой в семинарии. Все ведь это известные факты. Но скажите, он боролся, получается, против церкви или против бога? Он вообще был атеистом? У нас не было икон, у нас не было молитв. Меня не заставляли ходить в церковь. Все это с детства я знала. Когда к нам приезжала бабушка, мамина мама, и она искала, где бы на иконку, чтобы помолиться, так не нашла. И стала молиться на портрет Ленина. Ну, прекрасно. А, наверное, он был агностиком, папа мой. Бога не хулил? Да нет, нет, зачем? Он вообще никогда никого не хулил. И бога, и людей, и детей. Никогда он всегда был очень доброжелателен ко всему. Все-таки он был агностиком. Я агностик тоже. Вслед за ними. И за моим отцом, и за моим сыном и кором. Я тоже агностик. Я, например, никогда не забуду. Я никогда не была уцерквена, никогда не ходила в церковь. Но я, например, очень помню и верю в бессмертие души. Я помню этот фильм документальный, который показала знаменитый доктор Бехтерева. Когда она стоит возле умирающего человека, и вдруг над ним образуется маленькое легкое облачко. Душа отлетела. Вот для меня сейчас, особенно в моем возрасте, когда конец близок, этот образ очень впечатляет. И я думаю, что я как облачко, моя душа полетит к моим родителям, моему мужу и моим сыновьям. Вот такая вера, я ее понимаю, такую веру. Видимо, так же думал и мой отец. Но между тем, он был продуктом своей эпохи, человеком того времени, политиком в конце концов. Да. Он воевал за свои политические убеждения. Да, это так. Он верил вождям. Как относился к Сталину? Вы знаете, когда он был назван лауреатом Сталинской премии, к нам хлынула толпа журналистов. И все требовали, чтобы был портрет Сталина. А портрета Сталина у нас в доме не было. Ну вот это свидетельствует об отношении. Портрет Ленина у папы всегда стоял на письменном столе, на винном месте. Портрета Сталина не было. И он все-таки был в кадре. Это потом. Я бегала по соседям, искала портрет Сталина, чтобы принести и повесить. Нам пизил я эти фотографии. Вот, 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 вот этот знаменитый портрет, который сейчас висит в музее. В то время, когда он получил лауреатство, его у нас в доме не было. Вот, и что забавно, ну не забавно, наверное, это странно, что после смерти папы было принято решение похоронить его со всеми почестями и за государственный счет. И кто подписал это постановление? Сталин. Вот такие у них были взаимоотношения. Но, как лауреат Сталинской премии, как депутат Верховного Совета, папа был очень честным и очень справедливым и очень ответственным. Он действительно рассматривал каждую жалобу, каждую просьбу. Он не жалел ни времени, ни сил для того, чтобы помочь людям. И потом у него, вы знаете, вот не было какого-то избирательного отношения. Я помню, я его провожаю, он идет в союз писателей, мы идем через весь Екатеринбург, и к нему постоянно подходят люди, 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 люди. Павел Петрович, а вот мы читали, Павел Петрович, а как вы думаете? Он был абсолютно ровен к беспризорнику, который подошел, и к офицеру высокого ранга, который тоже подошел. Абсолютно ровен. Вот это вот такая доброжелательность к людям. Это вот в природе его было? Или это все-таки приобретенное качество? Нет, это, наверное... Вот он, может быть, работал над собой? Да нет. Ну, что вы, это врожденное, конечно, это с генами, наверное, я так думаю. Ну, почему же все мои члены моей семьи именно таковы? У всех ответственное отношение к делу, за которое ты взялся, и доброжелательность к людям. Вот получается, что у вас есть самая настоящая фамильная черта? Наверное, ответственность и непрожелательность, я так бы назвала это. А вот скажите, она умножилась, когда слились две ветви? Гайдаровская, Бажовская. Вы в своих внуках видите вот эти черты, черты Павла Петровича? Да, я вижу и те, и другие. Вы знаете, очень забавно, когда Егор женился на Маше Стругацкой, и вскоре начались реформы, и Егор, вы знаете, какую тяжелую жизнь тогда вел. И Маша очень тоже горевала по этому поводу и сказала, «Я-то думала, что я вышла за внука Бажова, тикого, спокойного, пишущего, а оказалась с шашкой на коне и вперед». Предполагала за научного сотрудника, а получилось за политика. Да, так получилось. Ну, а потом она еще не знала прошлые папы, она же не знала, что он тоже, как и Гайдар, тоже жил жизнью страны, и все было в его жизни шашкой. Ну, и у Павла Петровича то же самое. Валентина Александровна наверняка не предполагала, выходя замуж за учителя. Безусловно. Безусловно не предполагала, что так получится. Вот этой политической составляющей, которой, безусловно, было очень много, особенно в последнее десятилетие, Павел Петрович, он тяготился этой ролью. И вообще роли, которые были у него, безусловно, как и у каждого человека, роль отца, дедушки, мужа, ну и, в конце концов, роль политика, журналиста, писателя. Что для него было ближе, а может быть, что совсем не нравилось? Во-первых, он был замечательным мужем и замечательным отцом. Семья у нас была прекрасная. У нас никогда не возникало никаких ссоров, раздоров, громких криков, как это часто бывает в семьях. Это значит, он был замечательным семьянином. Дирижер. Да, да, ему достаточно было брови нахмурить, и все уже знали, что так делать нельзя. А для меня вот он определил главные правила жизни. Не то важно, что на голове, а важно, что в голове. Для меня в 12-13 летнем возрасте это очень много значило, потому что девочки уже вели разговоры о платьице, о туфельках и все. А мне, в общем, это было безразлично. Да, и в семье-то не было достатка. И я это прекрасно понимала, и руководствовалась папиным девизом. А кроме того, значит, еще у меня был постулат. Плохо учиться – стыдно. И все, и больше никаких вопросов. Учись, а плохо – стыдно. Ну и надо было отлично получать, отлично, отлично, а двойку нельзя было получать. Папа нахмурил бы брови. Ну что для него было важнее всего? Наверное, его творчество. Все-таки ведь он все это начал с детства. Он полюбил этот край, полюбил все замечательные места, среди которых он жил. Замечательные легенды и рассказы, он их в детстве еще наслушался. А потом, когда он в каникулы, уже будучи преподавателем, бродил по Уралу и слушал все эти легенды, были, бабасинки, пресловия, и все это записывал, он же насыщался. Насыщался вот этой вот поэзией края, творчеством, умением работать. А потом это вот вылилось в Малахитовую шкатулку. Вот это вот вы говорили о чудесах, так вот это чудо, что у него получился свободный год, когда он мог сидеть за столом и написал Малахитовую шкатулку. Основные сказы свои. Это было... Не было бы счастья, да несчастье было бы. Да, да, да. В 37-38 году это все было. То есть вот в вашей семье господина Кашеварова плохими словами не поминают? Или все-таки... Я-то помню. Павел Петрович? Да. Донос на тебя пришел. Снова Кашеваров. Четыре года молчал. Я уж думал, он забыл, как ты его книжку про Шадринск Черносотиной назвал. Ты это, ходил за Карькова, заступался. Порядушный человек. Расстрелян. Моисеев Семен Степанович, помнишь? Ушеф твой по инспату. Тоже. Шубина тоже расстреляли. Я-то хорошо помню эту фамилию. Так же, как я хорошо помню фамилию, которую поносили мы его сына Егора. Эти фамилии у меня живут в подкорочке. Так, Шеваров, конечно. А Павел Петрович, как к нему относился? Никогда не говорил. Никогда не упоминал. Никогда не говорил. Ну, так вот, все-таки его писательская натура. Вот она и была главная. И я помню одно из высказываний его, он говорил, «Настоящее творчество – это тяжкий труд. И этот труд не терпит позы, суисловия». Тяжкий труд, но труд приятный. Приятный все же. Приятный труд, конечно. Но давалось тяжело, тем не менее, он как-то преображался внутренне. Ну, он просто как-то ушел совершенно от всего. Ушел и погрузился в сказы. Но у него же был огромный материал для этого. Он же записывал, как настоящий краевед. Он записывал эти были легенды, пресловия. У него все это было под рукой. И оказалось свободное время. И от журналистики, и от политики, и от всего. Я очень хорошо помню, наверное, 1936 год, когда отец вышел к нам, мужчина улыбаясь, с ученической тетрадкой в руках. Зачем нам сказ «Медленный горы хозяйка». Скажите, а Павел Петрович был азартным человеком? Ну, в общем, оторвать его было невозможно от письменного стола. Нет, это все. В последнее время, конечно же, нельзя это не заметить, проявляется какой-то ренессанс в изучении творчества Павла Петровича. Выходят книги, открываются мемориальные доски, музеи. Известный, очень даровитый публицист, писатель Дмитрий Быков в своих лекциях, которые, кстати, посвящены Павлу Петровичу, называет Павла Петровича главным советским писателем. Тем не менее, ведь есть же какие-то такие темы, которые из года в год не решаются, и не решаются из десятилетия в десятилетие, в частности, в собрании сочинений Павла Петровича. В 70-х годах издали трехтомник, с тех пор много чего открыто, много чего сделано, а тем не менее, в собрании сочинений нового нет. С другой стороны, вроде бы, как и власть благоволит к этой теме. Что здесь не так? Почему происходит? Или все хорошо? Издаются Малахитова шкатулка очень много. У меня вот есть список изданий. 47-57 год. Я не знаю, нет ни одной столицы, где бы ни была Малахитова шкатулка. Ну, и Токио, и Шанхай, и Осло, и Прага, и Варшава, и Сараева, и Париж, и Берлин. Ну, в общем, все известные столицы мира, все. Ну, а кроме того, уже она была полностью переведена на английский язык. Это же вы знаете, еще во время войны, я даже была знакома с переводчиком. И когда папа сказал, пойдем, я тебя познакомлю с лордом таким-то, я подумала, боже мой, я лорда сейчас увижу высокого, красивого в смокинге. Оказалось, лорд был в скромном пиджачке, седенький и немолодой. Я была разочарована. Но, тем не менее, перевод был очень хороший. И Малахитова на английском уже пошла по миру. Потом был какой-то период, когда редко издавалась Малахитова шкатулка, как целиком. А последние годы очень много, очень много издают изданий. Вот просто вот посмотреть на мою полку, так одно издание за другим. Реально, Павловна, ну а почему? В связи с чем? Пришло поколение, которое не читало, не знало. И вдруг решило, что а это ведь интересно. Новое поколение, они читают. Почему не издают собрание сочинений, это я удивляюсь. Потому что действительно ведь издано много за это время. Вот сейчас вот вышла книжка Григорьева, переписка Бажова, по-моему, интересная книга, правда? Вот мне она тоже очень понравилась. А сейчас в журнале «Урал» ранняя переписку папы с малой. Болянушка, я все еще в Вербите. Здесь пока в смысле питания и жилища было все неплохо. В Вербите еще не чувствуется такого острого недостатка, как у нас. До сих пор работает даже кафе-столовая, где можно брать мясные пирожки и разные сладкие финтифлюшки. А фуфайку все-таки едва ли не надо. Здесь пока такие теплые дни, что думаешь, а как же я поехал на такой срок в шубе? Целую крепко. Ребят также. Речену на особицу. Дорогой мой Павел Петрович, Уже я и сердилась, и волновалась, Как долго от тебя не было письма. Нельзя так долго молчать. Больше так не делай. Если нет времени на большое, так напиши малюсенькое. Но все же напиши. И ты не думай, что в шубе жарко. Еще рано думать о пальто. Я все-таки думаю послать тебе фуфайку и мазки. А то ведь ты в ужасные рване ходишь. Как все без тебя по шуточку скучно. И мне кажется, не бывает времени, чтобы я о тебе не думала. Я-то думала, что это неинтересно, а вот люди читают с удовольствием. Потому что это эпоха. Эпоха. Ну, а мне еще приятно, потому что там у каждой письме речен, речен. Там, всем привет, а речену поцелуй. У Владимира Сутырина в книге я нашел и немножечко даже опешил, что оказывается в семье была еще одна Ариадна. Откуда такая страсть к этому имени? Может быть, здесь есть какая-то история. Почему Павел Петрович так хотел, чтобы в семье была девочка по имени Ариадна? И в конце концов, почему он вас так не звал? Почему придумал совершенно другое имя? Вы знаете, тут они похожи, Бажов с Гайдаром. Как придумал Гайдар свое имя? Это есть разные версии, но мне больше всего нравится версия, которую Тимур озвучил и который написал книгу. Голиков, Аркадий, Гай. И для звучности, и краткое, потом Де, Арзамас, потому что он в то время учил французский язык. Получилось Аркадий, Голиков из Арзамаса, Гайдар. Вот так же придумал и папа мое имя. Он взял две буквы из начала имени и две буквы из конца. Ну, согласитесь, смешно называть грудного ребенка пышным именем Ариадна. Ну, смешно. Ведь у всех же существует там Валентина, Валя, Екатерина, Катя. Есть уменьшительные имена. А у Ариадны не было такого уменьшительного имени. Папа придумал. Ему очень нравилось это имя. Кроме того, он ужасно любил Чехова. А у Чехова есть такой рассказ Ариадна. Хотя там Ариадна очень плохая. Но имя-то прекрасное. Имя, которое легло на душу. Конечно, конечно. И я носила это имя буквально до того, как стала кандидатом и преподавателем. А до этого была Ариада и в школе, и в институте везде. Вот я это имя любила. А то, что я была самой младшей, и поэтому меня, наверное, больше баловали и мама, и папа. Ну, это мне было дорого. Это мне и сейчас дорого, память о них. Прошлый год мы отмечали 140-летие со дня рождения Павла Петровича. Но ведь и этот год, он тоже особенный. 70 лет, это мемориальный, по сути дела, юбилей с момента ухода Павла Петровича из жизни. И, если позволите, цитата из вашей же книжки. 10 декабря 1950 года. В морозный день мы похоронили отца на высоком холме, с которого виден Урал, леса и перелески, горы и пруды. Все, что он любил, что всегда было дорого его сердцу. И вернулись домой. Еще пахло табаком, на столе лежала его трубка, а в машинку заправлено незаконченное письмо. Но дом опустел. Вечером у нас собралось много народу. Сначала было тихо, потом выпили, голоса стали громче. А мне стало обидно, что вот уже и забыли отца. И речь идет о другом, и никто не помнит, по какому поводу собрались в этом доме сегодня. А в ушах звучал голос отца. Речона, что приуныло. Не надо. Жизнь ведь продолжается. Прошу прощения, что возвратил вас вот в эти тяжелые минуты. Спустя 70 лет не обидно? Нет этого чувства обиды за то, что отца недооценили, забыли? Я не могу сказать, что папа обижен невниманием. Не могу сказать. Думаю, что... Да еще и напишут. Я недовольна собой. Я хотела написать книгу об отце. И писала, и много сделала. Но не закончила и не издала. Осталась только вот эта небольшая книжка. А я предполагала сделать гораздо больше. И могла бы сделать больше. А вот сейчас, к сожалению, сил уже нет. Память не та, руки не те. Компьютером уже пользоваться стало трудно. И я не закончила книгу. Вот это я считаю своим главным грехом. Потому что надо было оставить память о нашей семье для моих потомков, для людей, живущих сейчас. Потому что жизнь-то у них была прекрасная. Прекрасной была жизнь, несмотря на все тяготы, на все трудности и на все прочее. Родители мои любили друг друга, любили детей. Мы все жили дружно. И сейчас живем дружно вся семья. Ну, кем-то из критиков Павла Петровича, чтобы я была недовольна, неправда. О нем написано очень много. И написано прекрасно. Я-то считаю, что самый большой вклад в божевоведение сделал профессор Блажес, который издал Божевскую энциклопедию. Это великолепное издание, которое подводит итоги всем предыдущим изданиям. Во всяком случае, упоминает, отмечает и хорошие, и плохие стороны. Спасибо, что вы не поддались на мой какой-то минорный посыл в этом вопросе. Спасибо, что вы своим оптимизмом поставили хорошую мажорную же точку в нашей программе. Ну, то есть мы фактически с вами заканчиваем программу по-божевски. Жизнь продолжается. Безусловно, продолжается. И Полевское пусть процветает, город Полевской. Ой, я-то его помню поселком 85 лет назад. Надо сказать, что отец очень хотел, чтобы мы знали края, его любимые края. Он повез своих старших детей 11, 10 и 8 лет в Полевской в 1925 году. И остались их воспоминания. Они шли от Косого Брода до Полевского 8 километров пешком. И отец рассказывал им обо всем, что они видели по пути. И им это было интересно. А через 10 лет, в 1935 году, он повез меня в Полевской завод. И вот тогда я уже помню, я зову гору, и Думную гору, и Папины рассказы. И стоит у меня в памяти этот поселок. Невзрачный, но такой дымящийся, такой завод, такая Думана. Вот такое у меня осталось впечатление о нем. А много ведь говорил отец о тяжелом труде. И камнерезов, и доменщиков. Очень много говорил об этом. Так что я понимала, что сказки сказками, а быль-то нелегкая. Спасибо вам за то, что память о Павле Петровиче поддерживается, не иссякает. И я просто благодарю. Думаю, что и мой отец был бы очень благодарен всем. Он всегда был благодарен за внимание к себе. Хотя был очень скромен в этом вопросе. Он очень не любил громких слов, громких почестей. Это все его смущало. Он был скромным человеком. И это неизвестно, как пришедшая к нему слава его смущала. Смущала. Вот. Но тем не менее она была. Он был очень популярен. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ